это мой вот вот true настоящая настоящая true вот так выглядит мой зал честно не видел для себя смысла пока погода позволяет ехать в зал но сегодня у меня встреча с владельцами одного клуба они к себе пригласили поэтому сам бог велел и позаниматься на самом деле ты первый человек который меня не плюется после слов что можно пить протеин после еды я первый со всеми ребята которые взяли сходить к убить протеин из аптека привет друзья грязнючая машина сегодня первый день после карантина и открытия залов в питере когда я поеду заниматься в принципе можно было уже по моему 2 или 3 недели назад отправиться в ленобласти зала открыли три недели назад питере маленькие зала открыли 6 июля но мне так понравилось заниматься дома в моем маленьком импровизированном зале что я честно не видел для себя смысла пока погода позволяет ехать зал но сегодня у меня встреча с владельцами одного клуба они к себе пригласили поэтому ну сам бог велел и позаниматься сегодня буду делать ноги наелся магния заранее мне когда долго не занимаюсь тяжело потом судороги недельку это мой вот вот эти true настоящая настоящая true вот так выглядит мой зал тут еще турничок есть я на него кстати резинку цепляю сразу блок верхний получается еще маленькие блинчики в общем в общем жить то может целую кучу времени собираюсь чтобы выйти из дома нужно все было уложить в рюкзак потому что это очень все непростое задание занятий так быстро на натоцикле быстро пока соберешься возьмешь форму штангетки всю ерунду это все занимает время да я не помню я вроде бы в инстаграме снимал уже а может кто не снимал короче короче вот ну это в общем так для тех кому интересно на этом все закончилось сейчас на поехать купить чистилку для цепи и смазку вот оттуда сразу я в зал как умудряются люди быстро собираться я не знаю сейчас еще минут 3-4 мне потребуется чтобы одеть на себя всю экипировку либо я просто дурак и езжу в экипировке крутые крутые тру тру пацаны они не ездят в экипировке они ездят в одном шлеме но я что-то не крутой поэтому я оденусь вот в куртке очень жарко в куртке очень сильно жарко пока я в ней ездить не готов поэтому для кольцевой надеваю черепашку на нее отлично наладит толстовочка клуб момент рекламки толстовка такая широкая большая ребята из мэтбул мне прислали мэтбул мэтбул экипировка так можно найти вот и перчатки в карманах я погнал сегодня будет объемная тренировка ног без больших весов потому что я су естественно если есть по городу ребят то и в одной черепахе комфортно и не и не жарко и потому что время стоит какое-то греешься на светофорах но вот на кольцевой я толстовку накидываю в любом случае с собой рюкзак поэтому случае необходимости конечно же потом можно толстовочку рюкзак убрать вроде бы место там еще плюс минус позволяет ерунда утрамбовать и все будет таком случае комфортно продувается вентилируются она очень здорово я не ожидал катались катались в плюс 30 в черепахе не было жарко ребятки ехал быстро поэтому успел заехать моим друзьям в самый кайфовый магазин питера смотреть тут короче прям музей тут просто музей всего зацените пока там не оформляют нужно была смазка и емалью смотрите можно на байк-шоу не ходить гляньте это очень что-то интересное это кого хочу просто наверно самый наверное самый большой выбор экипировки кстати моя мои ботинки мои джинсы джинсы прям пости кайф интересная рубашечка кому нужны есть них даже в продаже искусственные женщины так модифицировать немножко и можно развлекаться такой дружище красивый самая наверно большая коллекция шлемов три четверти которые я видел это это вот тут очень стильно очень стильно это красота на мой взгляд это прям супер красиво испаганию весь вид ставлю боком но скажу одно это супер не красиво но я полностью целиком против чтобы вы ездили таких шлемах как бы это не было стильно только интеграл только максимальная защита ну что хватит мотоцикл смотрите кто ребята приехали в гости я маму кстати может многим интересно тем или вам работает он во первых не только тренируют да и выступающий профессиональный спортсмен для маму он является директором фитнес-клуба адрес для директора фитнес-клуба вот он что у него к административная работа в том числе присутствует ведь он везде с собой кубок носит все знали что он чемпион а то может кто-то не поймет сразу правильно да вопрос и принеси принеси а я наконец вот часть просто скоб не всех потому что допустим за абсолютно россия огромную большие думаю падает отсюда не выдерживаться они по 20 килограмм а как с краснодара которая да у меня же два такие большие у меня еще значит это без ногах без руках за прогресс да пусть арабский марат тоже так же когда абсолютно в играх был большие огромные такие камни гантели и это все дома оставалось и что тяжело оставил дома обычно вот копки такие мы сейчас покрасили за обновили поле положение под правило при зеркалами все которые тренажер который нужно будет зеркала оставляли вот замочили уютно ставится нормально и сейчас будем покупать зарядки для iphone чтобы эти клиенты зарядить в зале если заканчивается будем оставляет телевизор будет кардио более много все 9 да очень уютный за уютно да мы у нас в плане где много всего который будет удобно для клиента все что ему надо во время тренировки или во время входа в зале мы оставляем близкие к нему чтобы он не мотаться не туда не сюда и так далее будем увеличивать количество облине увеличиваться количество тренажеры при этом ухажешь тренажер будет достаточное количество виллов чтобы клиенты не мотаться с одно на другой тренажер вообще интересна тебе работа именно такая административная раньше работал такой раньше я был главный тренеров один спорте зале так восемь лет назад но другая работа ты трениров гонял чисто вот она сейчас как заместитель директор и директор по развитку немножко другая потому что я не только контролирую тут и даю идея по обводу ремонт и что нужно для чтобы забить уютно я еще даю очень много идея по поводу в инстаграме youtube канале вконтакте со всех социальных сетях как это развиваем я принос обератор у них не был обератор обратно сейчас мы снимаем очень много видео очень интересно много видео снимаем начали выкладываем я начали рекламировать тренера но очень мало клубы которые клинируют тренера я начали снимать все тренера детских рекламов в инстаграме вконтакте будем в ютуб канале снимать будем делать бромы в общем большой виде бромы для клубы то ну такая да работа такая много мозгами нужно буду как всегда нужна новая идея чтобы ей клиенты быть довольны и не скучны и чтобы они гордиться том что уходит внутрисположение это очень хорошие ребята это красносельское шоссе если кто-то в этой стороне живет таллиннская шоссе красносельская у нас больше чем тысячи квадратных метр за плюс единоборство за у нас тут большой профессиональная с окси со все что надо кроссвит зона для детей кроссвит зона для взрослых большой за грубовой брач на блуз у нас очень важное направление это диска теквандо борьба не знаю что то что хорошо у нас очень много дети ходят очень много у все у кого дети хочет профессиональных а уж тренера у нас и тренера диски тренера они все чемпионы меры чем белье в рубах в их спорте у них также много кубки там и медали и так далее они больше тебя больше чем у тебя самые тяжелые значения это 5 лет как возвращала спорт я больше чем 20 кубок и где-то 20 27 медаль что такое ну около 30 медаль потому что значит иногда один кубок а медаль 2 начались в какие-то соревнования в каким-то соревнованиям очень металла кубок не не получил поэтому количество медаль больше еще у меня было три медали с египта еще дополнительно раньше просто когда выступать фигеля вообще медаль не дали дублем и все медаль кубок и нет только 2004 году далее начали дать медаль а почему не давали возможно не были возможности в деньгах не лет спонсор там же не как сейчас сейчас фигель организует большие соревнования с призови деньги пять тысяч долларов первое место абсолютно медаль коми организуют в большой стадион а люди ходят люди ходят много очень это последние три года и начали сейчас значит как и биси федерация и а и как у нас и в россии его тоже интрига идут и соревнования между ними кто больше заведает и кто больше делит на лучшее соревнования по организация чтобы спортсмены к ним ходят и мы сейчас это больше спортсмен но там федерация и прибита ну немножко вредные щели не сказали вот и кто будет там выступает все больше к нам не может выступать к сожалению вот такой поэтому спасибо должен выбрать или сюда как и у нас как к этому относишься я это добросовестная конкуренция когда запрещают или лучше бы уровень повышали призовые там да я баста я если у меня в каким-то федерация мне было все равно где спортсмен выступать сюда и туда и везде но это же увеличивать его форма прогрессии прогресс и так далее и и он зарабатывает а нам мы организуем соревнования почему чтобы спортсмен прогрессирует и зарабатывать а ты сейчас запрещающих но это я не я против это я я за то что спортсмен выступает куда хочет правильно я это поддерживаю а еще вопрос а вот онлайн турнир сейчас проходит как про не что про них думаешь по по-честному давай по-честному смотри у тебя допустим iphone 10 у меня iphone 6 а еще у меня есть лампочка и теле или около окна стена оператор он тебя сделит комната вот так и съемка чтобы показывать тебе вообще просто мой старт у тебя будет более рельефный тогда и я не поймал они гримури с грим или нет я видел что без грим вроде бы загар вот такой умный человек как выиграешь человек беленький у него деталь не видно то есть дискриминация белых вот так вот онлайн-турниры дискриминируют белых и бедных одновременно у нас кулай фруминия три раза гримировали три раза и все равно знаешь как таком очень яркий цвет бы пробивал да да хотя я выделил за кулист форму было вообще очень хорошая реально хорошая на все вообще ничего это не видно за кулистой было все это видно на сильно вообще не видно из-за то что грим видишь как не то у него очень грим плохо ложится у него в принципе гримом проблемы всегда у него аллергия начинается да да я помню серёжа всегда моется после грима сразу если он не помоется аллергия аллергия что это отек под кожу воды то есть много раз гримируешь его у него заранее может пойти вода поэтому онлайн-турнир ну а где соревнования ну в комнатах своих соревноваться если не стоим рядом друг друга толкаем друг друга я покажу что тебя брест не той ты покажешь что у меня ноги не той понимаешь прикалываться на сцену ну это же интерес да ну такого нету сейчас любительские турниры онлайн а ты представляешь себе ситуацию если решат провести про турнир онлайн ну ты же говоришь что темненький выиграешь не хочу даже несправедливо у кого оператор у кого хороший телефон хорошая камера конечно будет совсем а носи на свет на всех грим на все одно тоже поэтому и соревнования есть онлайн турниры это же не соревнования где мотивация я тоже считаю что не очень модель новичков хорошо знаю просто попробовать себя типа вы высушиться первый раз в жизни так что побаловаться мы не говорим не надо не делите нет и сделайте но если спрашиваю я не пойду да мое умение ну это же не соревнования этому онлайн онлайн но это не соревнования может говорим какие-то онлайн я не знаю как это экзамен онлайн какой-то ну пожалуйста приводите грим всю новая идея как всегда это хорошо потому что нельзя запрещать люди думают какие-то новые идеи но с точки зрения спорта соревнования конечно нет это не соревнования ну что ребят все бы качаться до качаться первый раз в зале за три месяца зал не ходил я во дворе качался у себя так что приседать я не буду потому что ремень у меня не влез в мой рюкзак там и так избыток вещей был вообще в зале очень комфортно эти шурик еще вам покажу с этим забился весь короче тренировал я мэнс физика тренировал мэнс физика понимаете вышло вот это из него что фото только кто-то сделал уснул в отписке как говорится даже свет прямо есть саня чемпион всей всего подряд него столько кубков блял за два года как я насобирал я его просто отжал как 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 тренер вот ладно короче сейчас будет у меня разминка ноги разгибания сгибания гиперэкстензии хотя поясница и так у меня уставшая от езды у меня кстати очень красивые интересные прикольные смотрите ой наколенники видно или нет но они очень-очень веселые еще я помыл штангетки и поэтому они тоже очень стильные вот давайте посмотрим какая у меня форма ваще после самоизоляции все это ерунды будет чем сравнить снизу прогресс не съем чтобы в лес не на я просто почистил хочу снять сделаем как выпадать а я просто несколько кадров сделают да 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 и потом уже за спиной так чё камера выключилась аж нормально давай еще раз переднюю прокрутим сделаем снизу съемку и боковой давай а то это немного обрезан ноги был боковую дней давай еще сделаем потому что там немного стопу обрезал чтобы в полноценный кадр я снять снизу так что я буду я буду у меня на снизу за л в в в в в в я спрашиваю ему про мотосейкли, потому что у меня же мотосейкли в Египет, а я ему говорю, это нужно тоже брава, как машина, он говорит, нет, да, и школа, надо учиться в школе сначала, потом сдаешь права, экзамены, теория, и я говорю, у нас в Египет, такого вообще нету. То есть просто мотоцикл купил и ездишь? Я не знаю, если покупаешь мотосейкли, то есть у тебя брава на мотосейке. Когда покупаешь мотоцикл, права не дают? Ну да, вот. А то, что сдаешь права, я не знаю одному человеку, Фигипет, который сдал брава на мотосейкли. Возможно, это есть, но я такого не видел. Школа, чтобы учить тебя вождение в Египет, так же я такого вообще не видел, я не знаю. А как вы учитесь? В гаражах? Ну, сами. Во дворе? Ну, нет, слушай, я научил мой брат, старше, чем я. Я его научил как вождение, а чуть не убавил река вообще один раз. Он не забывает на тормоз нажимает. И хорошо, было много дерева, были река. Много деревьев, это хорошо, это безопасно. Да, да, безопасно. А, подождите, а у вас в шлемах ездят? Нет. Нет? Нет. Ну, а защита? То, что вы одеваетесь тут, вообще никто у нас не одевается так. Ну, знаешь как, максимум одевает вот этот. Орешек маленький? Ну, вот этот, глазголовый, и все. То, что на локте, на спину, на позвоночник, на плечах, на колени, такого вообще нет. И бакаровка вообще нет, никто не одевает. Просто один, называется Хоза, по-арабски. Вот, и все. А какой у тебя мотоцикл? А у меня, слушай, у меня Honda. Хонда. А, спорт, круизер? Спорт, да. Спорт. Да, да. Прикольно. Я, как всегда, езж. Давно, давно. А сейчас сопротивление воздуха такое он-то не поведет. Серный. До королей. Да. Слушай, тоже я сам научился на машинах в Египте, без борова, без ничего. И рулили. У меня друга, у него отец, у него была машина. И для работы. Ну, такой, как микроавтобус. А он научил меня на этот микроавтобус. И съездили его. Прикольно. Не, на самом деле, я тоже, знаете, учился на машине водить. Меня дядя в деревне учил водить на УАЗике. И поехали, говорит, в поле, говорит, коров гонять. Он был, это, старшим, я забыл, говорит, называется, инженером по коровам, короче. Вот, меня тут учили на УАЗике просто там наваливать по кочкам. Да, слушай, есть много маленьких городов, да, в России, они так учат, ребята, молодые. Потом идут и сдают на бродвах. Да. А так, на школу, не знаю, возможно, должно быть ходить на школу. Я тут на школу не ходил. Ну, два раза ходил. Два раза. А на вождение ходил? Ну, еще была практика. А на теперь я, по-моему, два раза и все. Ну, в другие дни. Я, короче, был отель взрослый. Леонид говорит, я долго учился, очень был прилежным учеником. Вам всем рекомендуют тоже учить правила, ходить в автомотошколу, носить полную экипировку. Беречь себя, вот так. Я просто перевожу это, вы все поняли. Нет, на самом деле нужно учить. Я сейчас уже за рулом в России сколько, в 2013 году за рулом. Но я вам скажу, что очень много людей на дороге я встречаю, которые не знают правила дорожного движения. Очень опасно. Реально, надо учиться. Тут очень сложно в Питере. Тут много сложно. Даже и некоторые правила вообще не подходят международным. Если в Финляндии на колоссе, то внутри, то главное. У нас тут на ветеранах, здесь, половина, колецо, кто-то, кто внутри, он главный, а половина, колецо, которые идут, он главный. Вообще непонятно. И никаких знаков не показывает это, понимаешь? Это только с обид вождения. Знаешь, что главное? У кого тачка дороже. Это же Россия. Это Россия. К сожалению, на самом деле это очень плохо. Мне это очень не нравится. Я считаю, так быть не должно. Должны быть самые главные автомобили безопасные, для экологии, для экологии адекватные. И все. В остальном не важно, у тебя гелик или у тебя Киа Рио. Гелик тебя не делает лучше. Совсем. Ребят, кажется, у меня теперь один из новых, один из новых, любимых сжимов ногами. Я не знаю, что это за марка. Я не знаю, как он называется. Но это очень удачный тренажер. Сейчас вы будете смеяться, походу он российский. На соседней надписье V-Sport. Тут ничего не написано. Но инструкция вся по-русски. Короче, это российский тренажер. Это X-Line. X-Line V-Sport. Прикиньте. Или это украинская фирма, не знаю. Прикольно же ногами. Очень хороший. Вот, слушай, это же российский, да? Очень хороший. Очень удачный тренажер. Очень хороший тренажер. Мне понравился. Очень хорошо держит спину. Реально. Сжать ногами приятно. Я не выше в 600-600 чем-то жму. Больше чем 600 килограмм. Очень комфортный. Очень комфортно, да. Для объединиться вообще, для коленей, для ноги вообще. Я только обалдал. Я посмотрел фирм, это российский, да? По-моему, российский или украина. Ты тоже не знаешь, что это значит. Я кашу Украина. Короче, ребята, из V-спорта, вы прям молодцы. Да, вы реально очень хорошая компания. Мне нравится тут, у них некоторые тренажеры также на спину. Тяга обратная, хват. Тренажер на грудь здесь, смотри, как штанги, но он дает тебе возможность опускает. На стоячке делаешь, которые со штанги ты не сможешь это делать, а тут ты сможешь делать. И каждый руку отдельно работает. Ты как вообще больше, ну вот, так скажем, сторонник свободных весов или машин? Я меняю вас, я и то, и то. Ну, а в процентах, 50 на 50, там. Знаешь как, я заметил, что по-любому отказаться в всем свободных весах. Ну, понятно, отказываться не нужно. Со свободных весах прогресс более быстрее, более вообще просто. Но травма областная. Поэтому меняю постоянно так и так и так и так. Вот я, допустим, со штанги очень редко приседаю, но за той ногами приседаю, жим ногами. Вот, убью ноги, жим ногами, разгибания, сгибания, как в системе тренажере. И если приседаю со штанги, то где-то 100 килограмм и 120, максимум 150. И делим много повторений. Но не ко всегда. Много сколько у тебя, 30, 50, 30, 50, сколько много? Повторения? Да, у тебя. У меня от 12, от 12, 15 до 40. Вот так. А на 40 повторений темп быстрый или получается, это минуту полторы-две занимает? Блавный. Блавный. Ну, на секунду. Ну, да. На секунду, то есть? Ну, смотри, я, допустим, неделю баузу, вот, смотри, вот так иду. Вот. Вот, главное. И мышцы напряжены. Ну, то я вверх баузу за неделю, вниз баузу за неделю. Ну, где-то, да, да. А где-то... Большой бодибильдинг смешит его технология по питанию, по упражнению, по количеству повторений. По технику упражнения смешит с пикинист, с майн-физик, с классика бодибильдинг. И сейчас вот такой дурдон просто происходит, вообще, шикарно просто. Блин, я пойду, я пойду, я пойду, как бикинистка покачаюсь. Ты же согласны, что большой бодибильдинг, это отдельная история. Ну, естественно. У нас другой подход совсем. Ба упражнения, ба углы, ба техники, ба количества повторений, ба вес, ба питания, все. Ну, все другое. Ну, сейчас люди все смешат. Мы же много пишем, почему ты так делишь, ты же неправильная, ну, по технику. Почему ты не считаешь калории, зачем ты это вообще, понимаешь? Мне, 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 очень много ребят общались с про ребят, никто не считает калории вообще. Слушай, в Америке никто анализ не сдаёт. Мне ребята, мне ребята с Америки пишут, консультируются, я говорю, тут заболел, анализы получил, а хули там написано, говорит. И врач говорит, мне не говорит, что там написано, говорит, это тебе, говорит, не надо. Если было бы плохо, я бы сказал. А они, кстати, калории тоже не считают. И я видел очень много планов питания американцев, они как написано. Сейчас все вспомнят видео, помните, все видео на холодильнике висит табличка. Завтрак. Один стакан зелёной фасоли, пять яиц, стакан риса, обед, два стакана, например, риса, потом кусок говядины, стаканы, куски, упаковки, яйца. Вы не встретите диету, диету у американского атлета расписанную. 500 грамм грудки, 300 грамм риса. Нет, будет. Скоро, как у них будет описано, да? Вообще не. Нет, он если он, если он, если он, если он бьет банк, рис кушает, допустим, или 10 банк рис, он кушает на массу, он уменьшает до 5, до 4, на 1, 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 на 1. Да, да. Они реально не считают. По бельку вообще он ничего не уменьшает, по бельку он старает больше. Да, больше и больше. Я особенно видел, как очень много протеина, я видел, у них почти, почти всегда после приема пищи идет сверху стакан протеина. Да, да. Я вот, как бы, американцу. Если хочешь, на самом деле, если хочешь, чтобы протеин хорошо работать, у нас же кто-то, как, натощак, бусы, ты нанос, мы после каждой берем вещи. Это же, это как называется вообще-то, это как называется? Вот это спортивное питание. Они вообще называются спортивные добавки. Это добавки для твоей еда. То значит, ты бакушер, потом добавляешь их. А у нас ошибка в том, что тут вот таких очень много умней, очень много грамотных, которые заебали нас, честно говоря, со своих точки зрения, своих умнений, которые вообще к реальности, честно говоря, не относятся вообще. Да, да. Ну, протеин, я раньше... Слушай, ну, на самом деле, знаешь, ты первый человек, который в меня сейчас не плюется после слов, что можно пить протеин после еды. Обычно у всех истерика начинается, что нельзя. Слушай, я с 2002 году, в 2002 году, в 2002 году, я первый со всеми их ребят, которые взяли, сходили, купили протеин из аптека. Были, называется Гросс Формула. Первый комбайн американский, два, протеин. И после, каждый прием выше выбил стакан, два ложка. То там написано, одна ложка, я два. Ну, понятно. И качок же, конечно, две. Слушай, на ночь выбил каждый день более литр, пятьсот миллилитров молока с сахаром на ночь. Мне отец сказал, хочешь растут? Я ему говорю, я хочу витамины, я хочу покупать это, я хочу фармакология, я говорю, ну, слушай, ты, баба, чемпион мира, легкоатлетика, чемпион мира. Да, он очень много соревновали, у него очень много мидии, очень много генетик. Вот у тебя генетика-то откуда? Ребят, чемпион мира по лёгкой атлетике, я цель, мама. 400 метров, это самое сложное. Самое сложное. Я бегал, когда, ну, молодой был, то есть на районе, на городе, я бегал 400. Самое сложное, это смертельно вообще. Да, вроде бы бежать уже быстро, и долго. Он мне сказал, бей каждый день буллетры молоко, вот, а у меня дедушка, у них была корова, а он против нас жили. Я подходил и говорю, мне нужен колледж день буллетр, ну, кроме того молока, которое для вывезду. И возьму, и сахар добавляю, и надо же бью. Ты не переживаешь, в течение недели я смотрю, бюм, вот так и стало. Вообще, я в шоке, блин. Не знаю, как всегда сахар там кушали, проблемы не были. Ребята, сейчас идем за молоком, за сахаром, туда две порции протеина. Настоящее молоко, да. А идем за коровой, корову на балкон. Но протеин, ребята, после каждой приема, если хотите, реально набирайте от протеина. Ребята, честно, не шутка, не шутка. Именно американская школа, школа, ну, не только про, да, просто американская школа. Очень, очень много планов питания, где прием порции протеина идет после приема пищи. И пьют они так же много, то есть я видел до 4-5 порций в день. Я извиняюсь, скажу, ребята, вот по-честному, честное слово. У меня, как всегда, был спонсор про спортивное питание российский. Последние два года, я клянусь, я принимаю в со-спорт и бит только российский. Вы не верите. Носочка я принимаю даже не из Алиат, а обычно Уэй. Вот, как вы говорите грамотно, посчитайте это в своих угловодных. Я это считаю, у меня в день так 300 угловода. Вот, допустим, если вы сомневаетесь в качестве российских протеин, написано там, допустим, в одной борсе 3 грамма угловода, считайте, что это 6. Считайте, что это 10 грамм. Я так и считаю, ладно, написано 3 грамм, я буду считать, что это 10 грамм угловода. И все, выберем 4 борса протеин, носочка на подготовку, это 40 грамм угловода. Ребята, у генетика можете считать, если написано 3 грамма, значит 3 грамма. Ну, вы знаете, давайте анализом. У вас же сертификат есть. На самом неделе, но Геннадий Клаб, ну, по-честному, лидер сейчас номер один эфремок, и качество очень хорошее. И я вам говорю, я клянусь, 2 года уже принимаю только российские. Потому что много сомневаюсь, вот нет, я российский не хочу, я не бью. Так и мы же бьем. И все спортсмены, такой, как я, они же бьют, которые спонсируют их компанию. Но я же не буду будет сходить покупать американские, а мне бесплатно дают. Зачем мне это надо? Мы бьем обычно протеин российский, нормально вообще, и все нормально. Вы пьете протеин, зафасованный в России. Зафасованный в России? Да, у нас от Швейцарии, например, протеин. Вы покупаете со Швейцарии? Самые основные фасовщики в России это Швейцария, это Литва, это Новая Зеландия. В Невозеландии есть такая хорошая кожа. Да, очень приятно. Новозеландский, это у нас фантера. Фантера из Новой Зеландии вкусная. Литовская фантера говнище. Я попробую, такой безвкусный изолятор. Изолятор у нас французский. Нет, у вас изолятор на самом деле. У нас, ну я не скажу, что... Я говорю, я когда в изоляторе изолятор, Геннадик, извини, я вот так смешу, я говорю, что такое вообще, оптимумные трещины. Да, изолятор должен быть как вода, ребята. Как оптимумные трещины, реально вообще, как вода вообще, реально, нормальная. Более жидкий только уже гидролизат у Q&T. Потрясающий бренд бельгийский, Q&T, очень хороший бренд. Вот у них есть гидролизат, если не ошибаюсь. Он просто, вот как будто бы ты, я не знаю, что растворил там, как водичка. Ребята, попробуйте, попробуйте, ну... Я гарантирую вам результат. Ну, не говорите, что, допустим, мы бездем, мы так рекомендуем, мы делим рекламу. Да, мы, конечно, делим рекламу для нашего продукта. Конечно. А как же по-другому? Ну, конечно, нам нужно делать рекламу для нашего продукта и для нашего спонсора. Но то, что работает, не работает, я вам гарантирую. Пробобуйте, попробуйте. Я хороший пример придумал. Не жалко, да. Знаете, гонщики, например, там, Формула-1, да, команда Макларен, да, они ездят на Макларенах на гонках. Да, то есть, как бы, он не садится на какой-нибудь там, на Феррари. Да. Он едет на целом Макларене. Логично, да? Он не ходит с логотипом BMW, а потом едет на Ford. Он есть на BMW. Да, это его машина, которая, возможно, тоже такая, а также марка его машина, которую он рулит. Ну, а что? У меня просто много ребят, как-то, мне один барин говорит, сейчас такая мода. Я вообще не верю в спортивное питание. Я в шоке был, я говорю. А в курицу эрит? Блин, как я. Я, ну, честное слово, я не знаю, это, ребята, это тупост. Если говорить, я не верю в спортивное питание, ну, это реально тупост. Неужели всех про-спортсмен принимать слово? Говоришь, пред моим глазом я это видел. Я в курицу был, я специально сидел там две недели. Я мог три-четыре дня выступать и возвращаться. Я две недели там сидел, общался с Прэндом Керри, с Роли Уинклер, с их тренера, Ахмад Аска, который мой тренер, с Три Абдулла. Сидели мои друзья с Египет, которые там сидят, тренаруются. Все принимают спортивное питание. И много. И директ, да? Другая, кью, бутамин принимают, бица принимают, протеин изолиат принимают. Я обычно протеин принимаю. И аргенин принимают. Они принимают СО. СО, то точно ребята, которые говорят, я не верю в спортивное питание, ну, так это большой утрей вообще. Вот на этой ноте пойдем делать какое-нибудь упражнение. А чеха, как можно так говорить? Ну, их обманули. Им так сказали, им блогеры сказали, блогеры. Такие вот, которые такие худые. Которым бренд сказал, слушай, ты плохой блогер, я не буду с тобой работать. Блогеры обижаются. Я натурал. Вот в спортивном питании. Сыворочное молоко, ребятам. Что, совсем что ли? Да? Да. Дальше всем. За живое, за живое. Затронули. Так, повешу еще по блинчику. Еще 3-4 подходика. И потом что-то еще поделаю. Ребят, понимаете, я снимаю себе новые упражнения, изобретает. Но я прям вижу, что ему нужно ступенечку под спину. Да. Чтобы была амплитуда побольше. Интересно, что другой тренажер до конца обстается. Ага. Оказывается, нет. А он сейчас тебе ступенька. Сейчас будет. Выше закрепляй. Да. Вот это тебе надо. Под спину. И на нее коврик кидай сверху. Надо, чтобы не сломается. Нет, ты что? На ней, знаешь, какие жирные тетки прыгают? Да. Ты что, блин? Эта штука настолько крепкая, что по ней может ехать белаз. Там, прикинь, бегемоты скачут по ней. Целыми днями причем. И одной ногой. Значит, площадь. Прикинь, какая у нее величина крепости. А, я снимаю. Бывай, на видео снимаю. Я снимаю, что ли? Ты слышишь, что ли сказать? У нас зона без толерантности. Вот, отлично. А ты можешь на предыдущую? Вот. Идеально. Ну что, готов? Есть? Раз, два, три. Камон, бэн! Ой. Оба. Я прям представляю, что, скорее всего, сиси очень сильно горят от этого. Внутренний. Да, внутренняя часть. Дальше. Ну, приложение сил, друзья, идет больше на внутренней зоне. Добро больше. Я ноги качаю, я не буду пробовать. А я уже все, я закачил. Видишь, мы все слиняли. Ну как? Так, вообще, он не жжет здесь. Вообще жжет. Круто. И 377 не работает. Вообще нормально. Какая-то херня с животом, Сашка. Болеешь чем-то? А что, не кормят, блядь, что? Это просто, ребята, кризис, я ему зарплату не плачу, блядь, пацан. Я не мог этого говорить. Это так еще бы отобрали по последней. Ну ничего. Мы тебя в Москву отправим, там таких сладеньких любят. Вот да, вот с таким вот, с такой моськой. В шортиках вот этих вот ваших. Даже остатки ног есть. Остатки ног? Со сломанными коленями, в принципе, ничего так.